Так, что, записывает, нет? Ага, все, нормально. Всем привет! Дорогие друзья, с вами канал РусиФП. Перед началом данного видео обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Ребята, как вы понимаете, одной карьеры мало очень. Кстати, насчет карьеры. Выпуск нереально зашел по просмотрам. Ну, для меня это нереально, потому что, как бы, сами посмотрите, мне, ну, 43 просмотра. Ну, по лайкам не очень, но неплохо, я вам скажу, неплохо. Вот, и я решил, так как я уже отснял полсезона, а монтировать мне не хочется, мне больше хочется играть, чем монтировать. Поэтому я решил сделать новую карьеру в другой лиге уже, не в русской. И это будет опять Англия. Как вы знаете, я уже делал две карьеры из Англии. Суть в чем? В том, что это будет... Я понимаю, что мне предлагали карьеру за Эвертон и за Интер. Я понимаю... Сорянки. Я понимаю, что человек, кто предлагал мне это, он хотел, чтобы я играл именно... Ну, это, ну, это, как вы понимаете, это естественно, да? Вот. Но, я поиграл за Интер. За Эвертон я не играл, но он мне не интересен. А, вот там серьезно говорю. Я поиграл за Милан, там есть Лукаку, Санчес и так далее. Санчес, кстати, мне понравился. Дики бист. Я даже хотел сделать индивидуальную карьеру по Санчесу, но не буду. Вот. Почему? Потому что мне не нравится карьера в серии А вообще. Там какой-то геймплей вязкий, стрёмный. Ну, не знаю. Как по мне, мне не понравилось играть. Потому что я играю именно за те команды. Не важно... Так, сейчас микрофон поправлю. Потому что я играю за те команды, которые мне интересны. Не только в плане того, что они там какие-то крутые. Помните, как я за Бич Клуб играл? А потому что мне нравилось. Вот. Сегодня у нас будет карьера за легендарный клуб. Который сейчас переживает, к сожалению, не лучшие времена. Хотел сказать, что здесь максимум 100 мультов. И 100 лимонов. Это самая богатая лига. 100 лимонов имеет аж 5 команд. Круто. В общем, в этой команде играли такие блестящие игроки, как Алекс Тевис. Вы, наверное, сейчас не поняли, да? Потом Дехея. Уже догадываетесь, да? И Крещано Роналдо. Ну, как вы поняли, это... Записывать? Нет, это еще перезаписывать. Да, все нормально. Манчестер Юнайтед. Ну, как вы поняли. Состав, конечно же, там не очень. Учитывая то, что играл за бичей, то тут состав для меня будет просто бомба. Бюджет 100 лимонов. Это блестяще. Я решил записывать в лайве, потому что уже надоело делать просто монтаж и в лайве не записывать. Вот. Выбираем спонсора. Выбираем спонсора. Во-первых, обращу ваше внимание, что плата за матч должна быть самая большая. Вот тут 600, 600 и 520. Далее смотрим бонусы. Вот здесь 600 и здесь 600. Бонус за верность 70, 70. Бонус за лигу 70, 61. Бонус за кубок. Но кубок мы, наверное, вряд ли выиграем, но надо постараться все равно. В общем, кроме кубка здесь... Ну, тут должен быть лучший бомбардир и здесь тоже. Плата за матч здесь одинаковая, но дополнительный бонус они побольше. Поэтому мы выбираем спонсора Alturo. Вот. Не знаю, как насчет... Я хочу сыграть предсезонку на самом-то деле. Так. Мы будем играть с такими клубами, как... Как? Real Madrid. Далее. Ну, конечно, 50 на 50, потому что если бы я делал им 60 на 40, то они не согласятся. Далее. PSG. PSG. И... Так, а где PSG? PSG. Где? Where is PSG? Так, PSG у нас в Франции, да. И помимо PSG мы еще будем играть против Кришчена Роналду. То есть... Ну, тут не понимаем, он качает здесь именно Ювентус, да? Да? Ха-ха. Тут чувство, когда пиратка лучше оригинала. Ну, в плане лицензии, я имею ввиду. Вот. Так, что я хотел? PSG. Вот, Лига 1. Выбираем PSG. Вот сейчас вы видите, что здесь 100 миллионов, поэтому вот в той же Франции только Монако... Даже у Монако нет такого бюджета. Только у PSG. Да. Вот. И, да, принимаю предложение. И последняя команда... Это... Мы сейчас офигеете. Это команда Ле-генда. Вот. И надеюсь, скорее всего, они не примут... Ау, они приняли... Ничего себе. Ребята, ребята... Это будет жестко. Сейчас заговариваюсь, просто нужно как-то время тянуть, да. И обязательно подписывайтесь, еще раз говорю, на второй канал, на первый... На втором канале не было видео две недели. Куда пропал? Что делать? Ладно, не судя. Видео будут. Скоро. Ожидание совета директоров. Нам нужно выиграть! АПЛ! Ничего себе. Выиграть в кубке. Улучшить медь персонала. Но это мы сделаем. Деньги есть. Мой дом, моя крепость, 70% побед на своем поле. Это тоже выполнимо. Контракты обращают. Ну, это я знаю все. Это я все знаю. Я вам предлагаю предложить мне идеи по трансферам. Но, смотрите, у нас здесь не такая уж и слабая команда, я вам скажу. Кстати, вот Чонг, он перспективный, вроде бы маленький, точнее высокий. И здесь у нас очень много молодежи, которая никому нафиг не всралась. Так же у нас есть Рашфорд, люблю его называть Рашфордом, Марсиа, Линдер, Пегба, Мачич и Фред. Вот, Линдард, Марсиа и Решфорд, это будут наши бесты в атаке. Ну и Дехе, Шоу, Анбисак и Линдерлёв. Ну, ладно, ну это понятно, это само собой. Как вы уже поняли, я хочу купить... Я вам сейчас покажу. Ну, вы понимаете, что у нас 100 миллионов всего. Я хочу купить... Купить... Вы только не подумайте, что это Миссия или Криштина Ронална. Купить... Да, это я его хочу купить. Да я шучу, шучу, ребята. Сейчас вы узнаете, кого я именно хочу купить. Я вам скажу, что он уже играл в АПЛ. Да, да, да. Вот он наш старичок. Сразу же предлагаем ему Баса на словный контракт. Вместо 2000 он будет получать 4. Ну, это чтобы он специально согласился. И сразу же предложим... Ой, предложим, предложим, предложим. А, сейчас. Предложим 15 миллионов, чтобы не терять времени. 4200. Да, я предлагаю 15. Какие 4200? Алло? Да. Так, это у нас... Вот, я предлагаю 15. А, вон, 12. Окей. Купить бонусы, все дела на 5 лет предлагаю. Все. Ну, я думаю, хорошее предложение. И он над ним подумает. Также хочу купить Чалова, но... Посмотрим. Посмотрим. Ну, насчет Чалова не знаю. Сегодня мы сыграем, я думаю, один матч, потому что очень много трассеров обсуждаем и делаем. Вот, я не знаю, Чалова как бы все покупают, но как бы... Давайте предположим ситуацию, что мы тренер Манчестер Юнайтед, а тем временем еще и владелец, менеджер и так далее. И Тоттенхэм хотел купить в это трансферное окно Чалова. Ну, допустим, в какой-то параллельной вселенной, да? И он отказал. И теперь вход идет в Манчестер Юнайтед. То есть... Ну, вы понимаете, да, ситуацию в голове? Пока 18 лимонов ему предложим, трансферную стоимость и зарплату за матч 5000. Неплохие статы, даже рывок 81. Сильно зацикливаться на крутых местах не будем. Вот, либо Чалов, либо Чалов, либо сейчас увидите кто. Чё ты не ищешь-то, ё-моё. Он здесь свободный агент. А, о, кстати, кстати, ребята, ребята, смотрите, кого я нашел. Да не ты, ё-моё. Александр Зинченко выставлен на продажу. Из Манчестер-Сити его выставили на продажу. Но мы пока добавим список интересов, потому что я не хочу делать карьеру, как у всех, Янченко, Чалов и так далее. Мы пока только думаем на Чаловом. Но сейчас вы увидите, какого беста я хочу приобрести. Конечно же, это Артём Зюба, который стоит 26 лимонов, но он свободный агент. И у него скорость 65 всего. Да. Добавляем список интересов и предлагаем ему контракт на 5 лет. Зарплату повышаем до 6000. Манчестер-Сюннайт может себе позволить. И цена трансфера 0. Ну, блин, он же свободный агент. Почему нельзя? Ладно, делаем предложение и будем ещё думать, кого продать. Потому что, ну, игрока 3 мы должны продать. А то чё они у нас тут на скамейке без дела просто будут тупо сидеть. Это нехорошо. У Погба просто крутейшие статы на... Вообще везде. Его можно смело ставить на пенальти, но на пенальти я лучше поставлю... Да, в принципе, Решвард либо Марсиаль. А вот Погба у нас будет бить штрафные. Не знаю. Погба у нас высокий, а Марсиаль пониже будет. И поэтому Марсиаль будет навешивать нам... На голову Погба, вот так. Состав перед вашими глазами. Немножко тактики для вас. Контаж атака, игра на флангах, подключение третьего, отключение защиты. Это надо. Зонная защита. А как... Слушайте, вот... А, вот-вот, да. Мне нравится зонная защита, потому что когда прессинг там... В общем, вы поймёте потом. Искусственно расстоять не нужно, потому что голы будут нам... Так, глухая оборона тоже не нужна и выбивание, зачем мы будем играть на вынос. Это ж капец будет. А какого... Я же выключил всё. Так. Ещё раз выключаем прессинг. Отрубаем искусственное. Обстоять тоже. Зонная защита. Суперфутболист. А суперфутболист... Ну-ка, сейчас ещё раз проверим, отменили или нет. Всё нормально. Суперфутболистом у нас будет Арашфорд. Ну, типа, на него будут все набегать, и потом пространство там для Рингерда или для кого-то ещё. И нам осталось ещё прописать тренировочки, потому что молодым местам это полезно. Это у нас трансферное окно, и начинается сезон. Трансферное окно у нас будет длиться очень долго, и там какой-то... А, это Карабаука против самой какой-то слабой команды в мире. Я вот всегда запоминаю. Делаю так. Сначала делаю верхнее, чтобы не запутаться. Я вот вам показываю, вы потом это будете использовать. Потом среднее. Это очень удобно. Пассы, соответственно, опека. И, кстати, тренировку после матча можно делать. Это ещё прикольно. То есть они потренировались, побегали и тренировка. И вот последнее. Это у нас рывок. Контроль мяча. Одна неделька отдыха, кстати, у нас тут, видите. И два матча в неделю. Оп-оп-оп-оп-оп-опа-на-ребята. UEFA Европа Лига. Кстати, вот мне писали в комментах под карьеры за Рубин. Типа, крутой мод. Потом этот парень написал в следующем видео, по-моему, или в этом же. Как скачать? Я ему сказал, что видео есть на канале. Вот. И он сказал, типа, ладно, луки, посмотрю. Потом он, видимо, посмотрел. И, знаете, что сделал? Он мне пишет. Я закончил на пятом месте. И почему нет Лигы Европы? Бро, я не знаю, почему нет. Но, как видишь, у Манчестер Юнайтед есть Лига Европы. Вот. Так. Тренировка вратарей. Сила. Так, что я удалил-то? Так. Улучшает сила. Всё, нормально. Все тренировки мы прописали. Прописали, вот. Надо уже заканчивать. Но мы сейчас сыграем один матч. Конечно же, не в лайве это будем делать. Подмонтируем немножко. Вот. Тренировки прописал. Всё и сделали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok